Всем привет, меня зовут Илья, и сегодняшнее видео будет посвящено специально для новичков. Я дам несколько крутейших советов, как начать эффективно заниматься на бас-гитаре, на что обратить в первую очередь внимание. И сегодняшние мои советы, они помогут вам как можно скорее выйти из, так сказать, уровня новичок, более продвинутому, какому-то среднему уровню, наиболее быстро. То, что сегодня я буду говорить, это, так сказать, эффективные, практические советы, не просто там наподобие, знаете, там слушать разную музыку, больше заниматься. Нет, сегодня прям будут практичные советы, с которых вы можете прям начать с нулевой секунды, прямо сейчас взять в руки бас и начинать развиваться. Вот, поэтому давайте же поскорее начнем. Я слышал, здесь намечается что-то грандиозное. Совет номер один. Выучить первые три ноты на всех четырех струнах. Если у вас пятиструнный бас, на пятиструнах, соответственно. Первые три ноты на каждой струне от открытой. Смотрите, например, я беру открытую ноту ми, струна четвертая у нас открыта. И первые три ноты строим. Ми, фа и соль. Вот таким вот образом. Я нашел первые три ноты. Дальше мы пока не двигаемся. Далее у нас идет следующая струна, третья. И тут у нас открыто ля. Ля, си и до. Вот таким вот образом. Далее у нас идет вторая струна. Ре, ми и фа. Запомнили. И последняя первая струна у нас соль, ля и си. Можно в дот прийти. Вот такая вот первая позиция. Это очень полезный первый шаг. Вы выучиваете первую позицию. И это вам на самом деле позволит уже быстро, довольно эффективно разучивать какие-то простые песни, простые партии. Большинство популярных произведений, песен, они написаны... Вам достаточно будет для большинства песен вот этих вот первых нот от открытой струны в первой позиции. Получается, по сути, вот такая вот у нас гамма. Вот таким вот образом. Уже она что-то из себя представляет. И уже с ней можно что-то делать и что-то даже придумывать какие-то свои партии. Совет номер два. Хотя это даже больше не совет, а какое-то правило, которое желательно выучить. Потому что оно будет сопровождать вас на протяжении всего вашего музыкального, бас-гитарного, волшебного пути. Правило четырех ладов. Что оно, о чем оно гласит? Это значит, что у нас каждый палец должен привыкать к тому, что у него должен быть свой лад. Например, я положу просто руку на гриф. И у меня таким образом уже сформировалась палеокатура, что под каждым пальцем... У меня уже автоматически находится свой лад, своя нота. И, соответственно, это упражнение называется как хроматическая гамма. И я рекомендую новичкам вот эти упражнения сразу выучить и поиграть. Даже если у вас пока не хватает растяжки, например, слабая рука, ну это нормально для новичка. В первой позиции будет, может быть, проблематично играть. Можно переместиться куда-нибудь ближе к пятому, седьмому ладу. И играть вот здесь. Такие вот хроматические движения. Какие здесь могут быть ошибки у новичков? Во-первых, не стоит растягивать пальцы, как-то пытаться тянуть вот это все. На самом деле здесь нужно уяснить один технический момент. У нас есть большой палец, мы его ставим с обратной стороны грифа вот таким образом. Так, чтобы у нас получились вот такие качели. Видите, смотрите, я просто вот так вот могу с опорой на большой палец передвигать вот так руку. И сразу уясните себя. Сразу попробуйте вот этот вот момент уловить и привыкнуть к нему. Поэтому, что у нас на самом деле мы не тянем как-то пальцы там выкорячиваем, а за счет вот этого движения, качелек вот таких, мы можем спокойно вот таким вот образом передвигать руку, и у нас под каждым пальцем будет свой лад. Совет номер три. Выучить аппликатуры мажора и минора. Натурального мажора и минора. Вы мне скажете сейчас вот это вот все. Опять гаммы, зачем это надо, мы хотим играть музыку в конце концов. Но на самом деле не стоит так сразу вдаваться в такие вот прям крайности. Эти аппликатуры натурального минора и мажора, они, это основа всего, они встречаются, наверное, в 95-99% песен. Поэтому чем раньше вы их выучите, тем проще вам будет. И не стоит, здесь просто не надо вот это все просто откинуть, вот это все стереотипы, а просто взять и выучить один раз. Аппликатуру мажора и минора. Соответственно, натуральный мажор у нас до мажора. Например, возьмем классический. До, ре, ми, фа, со, ля, си, до. И обратно. Вот такая вот аппликатура, это база. На самом деле все другие гаммы, там мелодический, минор, там гармонический, уменьшенный, полуменьшенный, всякий минорный мэйдж и так далее, это все производные вот этих вот базовых аппликатур натурального мажора, это все производные. Но все равно базу надо как-никак выучить. Смотрите, до минор. Вот такой вот классический. Здесь мы начинаем с указательного пальца. Если мажор мы начинали со среднего, минор начинаем с указательного и двигаемся, соответственно, вот так вот. Это до минор. То есть аппликатуру, еще раз, совет номер три. Выучить аппликатуру натурального мажора и аппликатуру натурального минора. Натуральный мажор. Натуральный минор. Совет номер 4 Следить за техникой правой руки Вот у нас правая рука На самом деле она является Как это сказать Ведущей при игре на бас-гитаре Поэтому для нее особое внимание уделяется Технике особенная Правая рука очень важна по ряду причин Во-первых, первый аспект здесь Это переменный штрих Стоит сразу обращать внимание Чтобы у вас было задействовано оба пальца Указательный и средний И они возникали звук по переменам Будет соблазн играть одним пальцем Но это соблазн ошибочно Этот соблазн ведет вас в заблуждение И малейшая, чуть более сложная партия Чуть более быстрая партия Чем простая, например Вы уже одним пальцем сыграть Будет вам гораздо сложнее Вы будете тратить очень много усилий Два пальца вам позволяет тратить меньше усилий При быстрых темпах Соответственно сразу лучше развивать два пальца Это база Потом вы можете добавить три пальца Четыре, пять и так далее Но сразу лучше это себе уяснить Что два пальца это база Без этого никуда Соответственно уделяем внимание переменам Второй аспект Это звукоизлечение Очень важная вещь для бас-гитары Бас-гитара это щипковый инструмент Здесь звук нужно достать Звукоизлечь нужно Не просто гладить Поэтому звукоизлечение должно быть уверенное Мощное, четкое Для меня это была проблема Я долго не мог получить нормальный звук Буквально года два у меня было слабенькое звукоизлечение Я смотрел, когда был новичком Вутона, Гарри Виллиса И у меня сложилось неправильное представление о грино-бас-гитаре Потому что они играют фьюжн И у них кажется, как будто они гладят струну Совсем чуть-чуть по верхам Гарри Виллис, например Но на самом деле у них просто активные бас-гитары Они выкручивают гейна И у них даже при том, что кажется, казалось бы Они не сильно извлекают Но звук довольно уверенный И меня это как-то вводило в заблуждение Мне казалось, что так и должно быть У меня не получалось Я играл на пассивном инструменте У меня вообще не получался так уверенный звук Потом я понял, что, опять же, атака должна быть сильной Атака должна быть уверенной Цепко надо играть четко Ни в коем случае бас-гитара не допускает какой-то вялости Не как-то объяснить Какой-то неопределенности звука Какой-то расхлябанности звука Все должно быть четко, уверенно И об этом надо сразу тоже понимать И, наконец, совет номер пять Для новичков Это разучивание простых, популярных и рок-песен Начинать именно с них Не стоит сразу гнаться за какими-то техничными песнями За скоростью, за какой-то вау-эффектом За какими-то сразу фьюжн играть Маркуса Миллера, Вутона Гораздо более эффективно будет Если вы начнете именно с рок-песен С популярных песен Дабы повезло, что есть огромное количество групп Огромное количество самих этих песен Которые имеют несложную технику Простое исполнение Но при этом очень качественное Там действительно есть музыка Там сделано с душой И люди, которые делают такие несложные песни Они делают это ради музыки А не ради вау-эффекта И дабы есть много таких песен классных Например, для новичка я могу посоветовать Какие группы, которые я считаю, что всегда хороши Например, группа кино Имеет несложные партии Там песня «Ночи», например Несложная абсолютно партия Но при этом она интересная, качественная Такие группы, как, например, «Битлз», Такие группы, как «Кранберес», Даже «Нирвана» тоже Тоже у них несложные партии Но их интересно играть Такие группы, как, например, «Кранберес» Вдогонку к этим пяти советам, которые были вышесказаны Я вам настоятельно рекомендую находить в день хотя бы 10-15 минут Сделать все, чтобы находить это время на музыкальный инструмент На игру на музыкальном инструменте Даже те же упражнения, которые я показал Хотя бы разучивание новых песен Съем на слух Пытаться Простые песни довольно несложно снимаются на слух Популярные Это тоже очень важный момент Хотя бы 10-15 минут в день И это вам позволит выйти со ступеньки Встать со ступеньки новичка И поставить ногу на следующую ступеньку Насколько это быстро произойдет, конечно, зависит только от вас Здесь прогнозировать сложно Вот так вот Соответственно, 10-15 минут в день И вы через какое-то время сами удивитесь результату По традиции, не забывайте подписываться все-таки на канал На YouTube Проходить на ВК На Boosty заходить Там много всего интересного Того, что нет на YouTube И в других социальных сетях Тоже заходите обязательно Более продвинутый уровень, пожалуйста И, собственно, не забывайте оставлять комментарии Это все важно Потому что машинка YouTube так работает Что если вы комментируете Соответственно, она видит, что какое-то движение происходит Что интересный материал людям Соответственно, он предлагает больше это видео Соответственно, другим людям Поэтому не забывайте тоже всю эту активность проявлять А на этом все Сегодня все, дорогие друзья Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok